В общем, я должен как-то отреагировать на те фотографии, которые вы мне покажете, правильно? Окей, симпатичная женщина. Не знаю, правда, что можно сказать и о ее моральном облике. Ну, знаете, девушку в первую очередь украшает скромность, а в этом наряде я как-то скромности особо не наблюдаю. Я, конечно, все понимаю. 21 век, толерантность, женщина тоже человек. Вроде бы. Но в нормальном обществе дамы в подобном костюме не особо-то уважением пользовались. А кто это? Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В смысле олимпийская чемпионка? Чертовы феминитивы. Она же женщина. А, из тех самых, что ли, современных. Хочется напомнить, что в Древней Греции, а уж там-то все было по природе. Практически. Женщинам не то, что выступать нельзя было на Олимпиаде, даже наблюдать за соревнованиями. Умный народ, кстати, башковитый. Нет, ну, было изначально мужское дело. Вот спрашивается просто, куда бабы, дамы поперлись? Им дел дома не хватает? Патриархат заел? Поймите правильно, я не ретроград. Пусть каждый делает, что хочет. Но мужчина должен заниматься женскими делами, а женщина мужскими. Так, подождите, еще раз. Мужчина мужскими, женщина женскими. Еще хочу напомнить, что по конституции брак это союз мужчины и женщины. Ну и что, что к теме не относится? Просто напоминаю. Спортом она увлекается. Что дальше? Женщина-космонавт? Это ее фотография с мужем? В смысле, с партнером? Она позволяет чужому мужику такое с ней вытворять? Вот это нравы пошли. И это еще на виду у целого мира. Господи. Где девичья стыдливость? Вот раньше, чтобы женщина в такой позе с каким-то парнем. А вообще, свою красоту девушка должна показывать только мужу. Вот так лучше. Надеюсь, там хоть родители рядом во время соревнований стояли. В смысле, взрослая женщина? Вот когда у нас девушки сначала отца, а потом мужа слушали, у нас и разводов не было. Сама пошла выступать. Вот из-за таких «сама пошла» у нас парни и обабились. Что значит, а вот ее первый муж? Разведенка, что ли? Ну, зато с золотой медалью. Приоритеты, как говорится. В нормальном обществе женщина за семьей следит. Уют создает. А мы тут на конечках по льду рассекаем. Пропуганда! Кхм. Простите. Сама вырвалась. Мама дорогая, она еще и штаны напялила. Нет, я, конечно, слышал, что есть люди, которым настолько наплевать на традиции и здравый смысл. Не, ну это же перебор. Ладно, развод. Но брюки... Слушайте, ну делайте все, что хотите. Просто у себя дома. Чтоб дети не видели. Как я это ребенку объясню? Есть мужская одежда и женская. Что дальше? Пиджак? Господи, да я ко всем одинаково отношусь. Нет тут никакой мизогинии. Просто есть законы природы, по которым женщина не должна носить брюки. Почему? По природе. Я вообще не понимаю, куда общество могут завести подобные дамы. Считаю, что это пропаганда. В смысле чего? ЛГБТ среди несовершеннолетних. Но эти дамы чем занимаются? Спортом. То есть хотят стать мужчинами. Значит, они лесбиянки. Ну очевидно же. И что, что мужья есть? Настоящий супруг такого бы не допустил. Да какая разница? Призывает, не призывает. Спортом. Мужским изначально делом. Подчеркиваю. Занимается? На публике без мужа появляется? Непокрытая голова присутствует? Наверное, еще и голосует. В штанах по улице. Господи, кто о детях-то подумает? Хороший вопрос! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта. А тут, как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела? Правда счастлива, что в нашей стране такого нет. И, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским. И мои дети никогда не увидят такое. И не буду считать, что это норма. Дети никогда не увидят? Но вот, ребятишки, мой пост, в котором я сама все покажу. Логика. Смотрите, именно этого не должно быть в нашем информационном пространстве. Все увидели? Репост сделали? Я вот что-то сомневаюсь, что многие россияне до скандала с Навкой знали о мужской художественной гимнастике в Испании. Я не считаю, что мужчина должен одевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Должен кому? Татьяне? А почему у нас Навка решает, что мужчина кому-то что-то должен? Это первый вопрос. Второй. А где та тонкая грань, когда мужчина теряет этот самый мужской облик? Ну, просто у Татьяны столько совместных фотографий с Филиппом Киркоровым. А там и перья, и стразы, и прически весьма экстравагантные. Ничего против не имею. Просто как-то вопросы появляются. Вот это вот нормально, и все еще мужской образ. А вот здесь мы уже все. Негодуем и не можем это терпеть. Пропаганда. Просто хочется понять. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе. Где должно быть различие между женщинами и мужчинами. Сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. Это все вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в Российской Федерации карается законом пропаганда сексуальных меньшинств у несовершеннолетних. А вот и сама пропаганда. Ничего, что это не юбка, а понятная любому образованному человеку аллюзия на античные или египетские костюмы. Татьяне-то это откуда знать. Не беда, что просто занятие спортом госпожа Пескова называет пропагандой. Уже жду ее разгневанных постов о женском футболе, тяжелой атлетике и боксе. Но явная же пропаганда ЛГБТ. Главная беда в том, что сторонница традиций и мужского-женского абсолютно не осознает, что еще пару веков назад весь ее образ жизни воспринимался бы как надругательство над женской природой и плевок в лицо традициям. Здорово, наверное, жить припевающе, считать себя полноценной личностью, иметь права, основываясь на достижениях суфражисток, но при этом отказывать другим людям в праве на самореализацию. А, простите, Навка же против пропаганды борется и не хочет, чтобы ее дети это увидели. Срочно вернем Лизу Пескову в Россию, а то обязательно смотрится подобных ужасов на Западе. И запретим Татьяне Навке вывозить детей на отдых в Европу или Америку. Детская психика такого стресса не перенесет. Кто-нибудь, пожалуйста, составьте петицию. Пора детей защищать.